Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я прекрасно понимаю, что это пишет хомяк Лелькин, причем какой-нибудь преданный, но они пытаются себя представить, вроде как они обычные зрители и к Леле никакого отношения не имеют. Вот я зачитаю вам один комментарий, хочу на эту тему немножко поговорить. Пишет мне одна Людмила, по-моему, Алексеева, ну, короче, неважно. Не понравился мне этот ваш обзор, вы реально не знаете жизни людей в деревне. Да, Ольга ведет себя как дура. Ну и вы, Галина, не совсем правильно комментируете, ну, или обозреваете канал Ольги. Вы очень и очень далеки от деревенской жизни. Вы знаете, если я сначала подумала, что, может быть, это какой-то человек со стороны, а потом я просто нажала на аватарку, и тут же у меня появились комментарии, которые этот человек писал мне на моем же канале. Ну, и один из этих комментариев, Галинка-малинка, дикая завистника, да, то есть, ну, уже тут, в принципе, все понятно становится, какое отношение у нее ко мне, и понятное дело, что это действительно хомяк-поберухи. Здесь ничего другого не скажешь. Ну, во-первых, когда люди пишут такие комментарии, да, не понравился обзор или понравился я вообще не монета, чтобы нравиться всем, кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь. То есть, кто хочет меня смотреть, тот меня смотрит, я никому себя не навязываю, да. Далее мне человек пишет, интересный момент, вы реально не знаете жизни людей в деревне. Так вот, дорогие мои, я это говорю, конечно же, хомякам, но в любом случае я никогда не обсуждаю те моменты, в которых я не знаю или в которых я не уверена. Я никогда не берусь обсуждать коров, коз и так далее, потому что я не имею к ним никакого отношения. Также никакие огородные дела я никогда не обозреваю, потому что я считаю, что умный человек никогда не будет говорить о том, чего он не знает. И да, я от этого далека, но я обозреваю поберуху как блогера. И еще, что касается, да, вот пишет мне эта женщина, вы очень далеки от деревенской жизни. То есть, что? У нас, получается, канал Лели могут обозревать только те, кто находится сам в деревне, да. То есть, у нас где-то это прописано, что все остальные, так скажем, городские жители, которые далеки от деревенской жизни, они, значит, не имеют права обсуждать деревенских. В таком случае городских могут обсуждать только городские, но, согласитесь, полная ерунда, причем полнейшая ерунда. Нормальный, адекватный человек не мог написать в здравом уме такой комментарий. Да и потом, вот мне просто интересно. А что такого из деревенского сегмента, да, из деревенского контента показывает нам Лелька? Ну-ка, давайте вспомним, когда она последний раз что-нибудь сама делала на хозяйстве. Если она и делает что-то раз в две недели, когда Сергей Петрович уходит у нее как раз-таки на свои законные выходные. Все. Лелька сама сказала уже два дня тому назад в ролике, что она сдулась. Она говорит, уедет Сергей Петрович, я не знаю, что я буду делать. Я уже отвыкла этим всем заниматься. Так что, товарищи хомяки, ваша Лелька сама себя уже не показывает. Не на деревенском канале, как деревенский блогер, да, ничего она не показывает. Не на канале Мать-героиня, где она в принципе должна показывать свой день с детьми, как она ими занимается, как она их развивает, как она с ними читает, пишет и так далее и тому подобное. Она же говорит о том, что у нее все-таки уже семейное обучение, да, домашнее обучение и так далее. Мы с вами ничего не видим. Единственное, что сделала Лелька для своих детей за последние, наверное, несколько месяцев, это единственный раз вытащила их на улицу, походила, погуляла вокруг коз, коров. Все. На этом все. На этом все ее общение с детьми закончилось. Но нет. Постоянно написывают комментарии о том, что завидуете, 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 завидуете чему. Непонятно. Никто ничего не объясняет. Да, Леля прекрасная мать, у нее куча детей, дети – это ее счастье. Но вы знаете, когда дети – это счастье, тогда это заметно. Когда родители живут именно ради детей, интересуются жизнью детей даже в большей степени, нежели своей жизнью. Это действительно заметно. Есть, между прочим, блогеры вообще на ютубе, у которых один ребенок или двое детей. Вот там эти блогеры все делают для своих детей. Здесь мы абсолютно видим, видно невооруженным взглядом, как раз таки то, что Леле до ее детей нет никакого дела. Ей бы лишь бы побыстрее их сбаклить и пойти заниматься какими-то, так скажем, своими делами. Поэтому говорить о том, что ей кто-то завидует, ну вы сначала определитесь, чему можно завидовать Лельке. Я уже не раз говорила, что деньги Лельке не приносят никакого удовольствия, никакого удовлетворения. Деньги не смогли наполнить ее жизнь абсолютно ничем. Да, вроде деньги есть, возможность что-то покупать есть, но о возможности насладиться жизнью у Лельки нет, не было. И уже, скорее всего, даже не будет, потому что на ней огромное количество детей. И да, да, она привязана к своему дому, она привязана к своему контенту, она привязана к своим детям по одной простой причине. Потому что Лелька бы уже давным-давно взяла бы и разогнала бы всех этих коров, коз, убрала бы и жила бы себе спокойно. Но это ее контент, это то, зачем к ней пришли вообще люди, ее самые первые подписчики. Они пришли к ней как к деревенскому блогеру, да, как к деревенскому блогеру, который показывал, как же она ведет хозяйство и так далее. Но вы знаете, вот те, которые так рьяно, даже есть вот каналы, которые так рьяно защищают Лельку по беруху, при всем при этом они других блогеров деревенского сегмента очень и очень сильно обсирают, я бы даже сказала, да. Они говорят, вот, посмотрите, как у них все плохо, посмотрите, как у них все убого. Простите, а кто вам дает право говорить такие вещи, да? Люди живут на свои деньги. Если человек работает, вкалывает и является трудягой, если он живет на свои деньги, и на свои деньги он содержит всю свою семью, это говорит о том, что он молодец. Ему есть действительно чем хвалиться, да? Ему есть что показать, с этого человека есть возможность, можно брать пример. А вот Леля, к сожалению, ничем абсолютно похвастаться не может. Все, что у них есть, это все то, что дал ей, так скажем, Ютуб и дали ей донатчики, потому что то, что у нее было, это кусок земли, который ей выдали в свое время, когда они приехали, да, они продали эту землю и купили в Тамбовской области дом. Этот дом мы с вами имели возможность наблюдать. Он был весь дряхлый, весь непонятно какой. Ни ремонтов там они практически не делали ничего. То есть люди жили вообще с ужасным ремонтом, все было ужасно, пока донатчики не стали слать Леле деньги. И как раз-таки вот на эти деньги Леля благополучно делает ремонты, кладет асфальты, покупает сено коровам, коров там, коз и так далее, и тому подобное. Поэтому, знаете, вот мне реально смешно, когда пытаются Лелькины защитники поставить Лельку выше всех, мол, смотрите, вы ей завидуете, потому что у нее все получается. Ну, я бы посмотрела, что бы у нее получалось, если бы она попробовала жить на свои заработанные деньги. Вот тогда бы действительно мы посмотрели, что бы у нее получилось. А так, в принципе, знаете, чужими, как говорится, руками жар загребать, это, ну, не совсем есть правильно. В общем, друзья мои, вот такой у меня получился обзор, да, обзор-болталка как раз-таки про комментарии, которые без конца написывают Лелькины обожатели. Причем, если кто-то из них заходит на мой канал уже там с какими-то оскорблениями, там, или еще с какими-то моментами, да, и это сразу понятно, что это, конечно же, и Лелины именно обожатели, ну, а иногда заходят вот так вот аккуратненько напишут, вы знаете, я вроде и вас не люблю, и вот Лелю как-то не совсем понимаю, я потом нажимаю на аватарку этого человека, и оказывается, что человек мне писал вовсю уже давным-давно всякие разные гадости, но понятное дело, что просто так человек с улицы не зайдет и не начнет мне под поберухой написывать гадости. Понятное дело, что она защищает именно поберуху. Но в таком случае держите лицо и говорите правду, да, зачем вы скрываете, в общем, зачем вся вот эта вот непонятная какая-то игра, когда на вашу аватарку всегда можно нажать, и посмотреть те комментарии, которые вы мне писали на моем же канале, в общем, для меня это, если честно, удивительно, да. Короче, хомяки разбушевались, им стало скучно, они решили побегать по обзорным каналам, да, Лелька, выходи побыстрее, собирай их всех в кучу, да. Как-то так, друзья мои, вот такой у меня получился обзор, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую и обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на мой канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.